Прополнили полностью всю нижнюю часть нашей картинки сиреневым снегом. Теперь мне хочется сделать более аккуратную линию вот здесь вот снега, где у нас поле заканчивается перед лесом. Я скатала тоненький жгутик. Теперь его здесь вымошу перед лесом. И аккуратно, чтобы не было таких вот рваных линий, его растяну. Так, и здесь тоже. То, что у нас с вами сильно выходит за рамочку, мы можем потом срезать. Можем сделать это уже непосредственно перед тем, как будем лепить рамочку. Так, и теперь наш снег уж слишком ровный и монотонный. Мы с вами немножко его оживим, потому что лучики солнца уже начинают пробиваться. И снег у нас не как асфальт укатанный лежит, он все-таки небольшими волнами. Поэтому я беру небольшие кусочки белого пластилина и аккуратненько его добавляю. Сверху у меня получается такой вот холмик снега, а внизу я его уже немножко смешиваю с цветом фона, чтобы не такой был явный. Не как будто у нас что-то белое лежит, а что это все-таки сугробы. И заполняю поле сугробами. Причем обратите внимание, что вблизи наши сугробы более крупные. Чем дальше к лесу, чем ближе к линии горизонта, тем они будут у нас казаться меньше. Много пластилина не берите, пусть у нас такой там полупрозрачный, получается. Вот этот мой большой сугроб вышел, дальше пусть будут поменьше. И здесь просто каким-то... Такими уже не холмами, а просто хаотичными пятнами. И обратите внимание, так как я делаю снег лежащий на земле, то тоже горизонтальными мазками. Оставим так. Теперь мы с вами должны наметить елочку. Прежде чем мы начнем ее лепить, я хочу на листочке бумаги показать, как она, собственно, выглядит, на что мы обратим внимание. Итак, елочка у нас, естественно, на одном стволе. Он не раздваивается, не расстраивается, как у многих других деревьев. Начинаем с верхушечки. Немного отступаем от верха, от вершины елочки, и рисуем вверх две изогнутые линии. Верхние веточки у елки всегда одинарные. Ну, так как мы с вами рисуем не совсем уж элементарную схему, мы с вами еще, чтобы добавить объем, нарисуем и задние веточки. И немножко можно сделать вершину повыше, чтобы она у нас меньше напоминала какой-то зонтик укропа или борщевика. Следующие веточки, опускаемся немного пониже, они растут из одной точки, тоже налево, направо. В данном случае направо-налево. На этих веточках уже примерно от середины расходятся две стороны. Еще веточки новенькие. И поскольку елочка маленькая, у нее верхние ветки смотрят наверх, они еще маленькие, а дальше этот наклон все менее-менее выражен, потому что веток становится больше, они становятся тяжелее, и поэтому, плюс еще снегом их завалило, поэтому они уже опускаются. Здесь мы тоже можем уже вперед добавить еще новые веточки. И заметьте, они все у нас идут из одной точки. Следующая точка у нас, смотрите, между верхней и последующей небольшое расстояние, дальше она немножко увеличивается, здесь оно еще немножко увеличивается. Эти веточки у нас уже опускаются вниз. Собственно, это могут быть уже самые наши нижние ветки. Естественно, еще вперед мы их изобразим. И тут у нас будут тоже уже длинные, находящие друг на друга боковые веточки, отростки. Ну, вот такая схема у нас получилась. Пока не очень понятно, сейчас начнем лепить, и все станет яснее. Мы можем использовать для нанесения изображения, мы себе опять же наметим эту елочку прямо стеком. Вот я нарисовала ствол. Дальше рисую, намечаю верхние веточки. Теперь у меня рядочек чуть пониже. Здесь мы можем, чтобы не перегружать изображение, сделать только две ветки. Наметили боковые. Так, теперь еще вот побольше расстояния между ними. Немножко вниз, но все равно они поднимаются. Здесь уже боковые ветки более ярко выраженные. Так, можем вот сюда сделать повыше, чтобы здесь не было слишком пусто у нас. И нижние веточки, они уже тяжелые под весом снега налипшего, они уже опускаются у нас вниз. Раз, два, три, третья, четвертая. Ну все. И в следующем этапе мы с вами начинаем лепить елку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok